Доброе утро! Это программа Медиаполис. С вами Юлия Якушева. О чем писали пермские газеты, интернет-порталы и что не попало в наши выпуски новостей, расскажу прямо сейчас. В деревне Крохово могли появиться пункт приема твердых бытовых отходов и сортировочная станция. Проект, предусматривающий строительство сооружений, стал победителем конкурса социально значимых проектов. Но администрация Пермского района и Савинского поселения не стали помогать в реализации проекта. Снесли уже построенное здание и ушли в глухую оборону, пишет портал проберм.ру. Пока в Крохово и Савинском поселении вывозом мусора занимается частный перевозчик. Платят люди за услугу 220 рублей с домовладения. Периодически выглядит это все не очень цивилизованно. Новость о том, что балетную трубу у Пермского театра с окончанием сезона покинут сразу три солиста, шеломило в мае зрителей и театральных критиков. Инна Белаш уезжает работать в Цюрих, супруги Никиты и Евгения Четверяковы в Прагу. Решение об отъезде из Перми танцовщики принимали независимо друг от друга и по времени оно совпало, можно сказать, случайно. Текст попросил Инну Белаш рассказать, почему она захотела работать в другом театре, что ждет ее в Швейцарии и будет ли она еще танцевать в Перми. Моя история с предстоящим отъездом в Цюрих случилась, потому что я сама искала возможность поработать в другом театре. Для меня отъезд из Перми связан в первую очередь с тем, что я хочу попробовать что-то новое, говорит она. Насчет предстоящего сезона Белаш рассказала, что пока не подписывала контракт, моя работа в Пермском театре будет продолжаться до конца июня. Впереди еще гастроли, дальнейшее сотрудничество мы обсуждали с руководством Пермского театра, говорит Инна Белаш. В Перм на один день пришло лето и портал 59.ru решил узнать, легко ли пермским девушкам ходить по городу на каблуках. Корреспондент 59.ru на своих ногах проверила главные пешеходные маршруты города. Для тест-драйва пермских тротуаров они взяли традиционные туфли, где высота каблука 13 сантиметров. Редакция портала находится на улице Сибирска. Из года в год тротуар перед рестораном Кама в квартале от Екатерининской до Пермской пугает даже девушек в кроссовках. Тротуарная плитка тут разбита и вываливается, а в некоторых местах просто стоит колом. Других ямки. Чтобы пройти этот участок в 5 метров девушке на каблуках надо быть очень внимательной. Квартал улицы Ленин от Сибирской до газеты «Звезда» перед городской администрацией – один из немногих ровных участков, по которым довелось погулять. Пешеходная улица Пермская и по асфальту, и по плитке можно идти без особых опасений. В городской администрации рассказали, что этим летом будут ремонтированы тротуары более чем на полусотни городских улиц в центре Закамске, Нагаеве и Мотовилихе. С вами была программа «Медиаполий». Я Юлия Якушева.